Как вы говорили, приходит человек в ресторан, говорит, я не знаю, что хочу, но вы мне принесите что-нибудь. Какая у нас работа, мы проектированием занимаемся, проектируем интерьеры, архитектуры и все. Вот у нас был заказчик, которому мы сделали замечательный проект, который согласовал нам полностью и остался им довольным. Он не знал, что хочет, но мы выполнили то, что он не знал, и ему это понравилось. Всячески я подоказывался посолом. Проблема заключалась в том, что после того, как мы уже 10 месяцев с ним проработали, он не получился. Одна поездка, которая, по сути, ничего особенного не значила. И после этой поездки заказчик просто почти что исчез. Сказал, что не нравится, отказался... Он, конечно, за деньги взяли заранее, нет? А вот мы деньги взяли, а теперь он хочет сделать так, чтобы мы за нашу работу вернули ему то, что оплатили, вернули еще столько же и еще столько же. Судей три раза больше. Уже судимся. То есть весь этот суд кажется фарсом полностью. То есть мы доказываем свою правоту, а в суде получается полная иллюзия. Это альтернативная реальность. Как придумывает реальность какую-то, которую не соответствовало, которая вообще не существовала никогда. То есть заказчик с нами 10 месяцев работал, а пишет, что в 3 месяца я типа поработал, они мне ничего не отдали, ну и пропали. Я мучился, мучился, пытался, пытался, результатик подал на них. Иск подал в старом осколе, хотя проект здесь находится. То есть специально сделать все таким образом, чтобы максимально удобно ему проиграть. Садитесь. Мой хороший, первое, что надо сделать, это оторваться от человека. Чем больше вы будете на нем концентрироваться, тем шансов меньше, что вы выиграете суд, что вы сможете что-то решить. Второе, что вы должны понять, что в 4 месяца в вашей жизни действует жестокая судьба. Жестокая судьба, ей пофиг, вернете вы деньги или нет. Ей важно убивать вас. Ну то есть ей надо сделать так, чтобы вы сломались. Поэтому будет много несправедливости. Судьба может запудрить мозги судьям. Она может все. Ей надо выполнить одну задачу. И надо сделать так, чтобы вы стали сильнее. Но вы становитесь слабее. Вы теряете себя. Вы разрушаетесь как личность. Помираетесь сейчас. И вам надо просто понять, что именно происходит с вами. То есть если чувство несправедливости, то что я вижу, то надо ледяная вода. Нужно неподвижное положение тела. Нужно деревья. Если чувство непрятанного препятствия, это тоже есть, но оно поменьше, значит длительное движение. Если вы расчаровываетесь в людях, значит пост. Понимаете, надо сейчас побеждать себя. Через 2 недели жесткая судьба, жестокая судьба заканчивается. И начинает смягчение ситуации. Но ваши блоки внутренние, ваше состояние от этого не поменяется. Потому что вы абсолютно не сдали экзамен. Первое, вы сильно привязались к человеку, который вам принес эту судьбу. Второе, вы теряете себя. Чувство несправедливости убивает вас. То есть вы не сдаете экзамен. Это значит, что будут формироваться блоки. Это значит, что вы не получите нужного результата. Потому что, когда приходит тяжелая судьба, в это время нужно просто терпеть, убить, прощать. Когда приходит жесткая судьба, надо дистанцироваться и чувствовать себя самодостаточным. Научиться. А вам надо научиться выстоять. Понимаете? Потому что вас она ломает. Вы же видите, что вас ломает просто сейчас. Разрушает вашу жизнь, вашу возможность нормального существования. Поэтому вам нужно сейчас делать то, что я вам говорю. Вам нужно работать над собой, отвязаться от человека, понять, что действует судьба. Но при этом отвязавшись от человека, надо выполнять свой долг, судиться, отстаивать свои права. Да, ваше... 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 Что касается судов, то как только закончить действовать жестокая судьба, ну, по крайней мере, точно через три недели от сегодняшнего дня, вас начнут слышать, начнут понимать. Ситуация начнет меняться. Понимаете? Чувство несправедливости. То есть, если мы точно знаем, как оно все обстояло, представляется в суде это все... А знаете, людей вообще за так сажают просто, иногда убивают просто за так, просто за просто так. Вот. А бывает, что вот близкого человека насилуют на твоих глазах, понимаете? А бывает, люди в концлагерях сидят. Так что мне не надо объяснять то, что есть несправедливость. И справедливость есть, и не только у вас, а вообще она существует в этом мире. Вот у меня полтора года назад у меня началась жестокая судьба, и мой помощник сказал, вот все твои соцсети переписаны на меня. Я это сделал. Плати вот столько денег. И вообще, если не будешь платить, мы тебе... У тебя у нас досье, мы тебя тут суд отдали, там тебя посадили. Вот. То есть натуральный рейкет. Вот. А человек вообще слушал мои лекции, что с ней с башкой произошло, непонятно. Вот. Развивал у меня соцсети, и я сидел в ледяной воде, молился, поджидал судьбу. И сейчас, видите, нормально себя чувствую. Завели новые соцсети, начали все восстанавливать, жизнь наладилась. Понимаете? Но если бы я так же мыслял, как вы, я бы сейчас добрый. У меня вот здесь вот линии жизни все и с правой стороны, и с левой заканчиваются на той сзади, которая была полтора лет назад. Можете посмотреть. И у меня вот линия жизни прикрывается в бок. Она идет от боку. Вот эта вот линия, она называется линия аскезы. Ну, то есть я, благодаря тому, что я совершаю аскезы, я остался жив. Понимаете? А судьба очень жесткая, действовала. То есть меня там дискредитировали в моей общественной духовной организации, отняли мне проект, которым я занимался, храм, там, медицинский строй. все это реальность, это все произошло благодаря влиянию судьбы. И если бы я на людей был сильно сосредоточен на этих, то я бы сейчас просто уже тютю. Понимаете? но сейчас, из-за того, что я правильно себя повел, я поэтому эту тему сейчас всем читаю, потому что я в ней разобрался. Я же на своем примере всегда все делаю. Вот. вы должны понять, куда действует судьба, потому что вы сейчас пытаетесь понять, как вам выиграть суд. А я вам говорю, что когда вы сможете отстоять себя, то суд выиграть будет не проблемой. Как понять, как действует судьба? А я вам сказал, у вас действует жестокая судьба. Она имеет, ну, в центре приложения судьбы является основой, что надо делать. Вот, допустим, если судьба хочет, чтобы ты подальше держался в близкого человека и просто был сам достатчик. Надо это сделать, и у тебя наладится все в семье. Если судьба хочет, чтобы ты был ближе и по-доброму относился, это дело и все наладится. А жестокая судьба, она хочет, чтобы ты был сильнее. Знаете, я всегда это сравниваю с... Ну, анекдот. Солдат попал в учебную часть, прапорчик дал домик, подметая в плац. Он подметает, подметает, говорит, да дайте метлу, я быстрее подмету. Он говорит, а мне не надо, чтобы ты быстрее подмет. А он говорит, солдат, а что надо тогда? А надо, чтобы ты замучился. Понимаете, вы пытаетесь жестокой судьбе искать обычную логику. А ее логика ломать вас, понимаете? Ей все равно, будет выигран сутр или не будет. Ей важно, чтобы вы стали крепче и смогли противостоять несправедливости своей добротой внутренней. Смогли противостоять беспределу, стойкостью. И научились этому, для чего спрашивается, приходит жестокая судьба в жизни человека. Знаете, для чего? Для того, чтобы вы в момент смерти чувствовали себя лучше. Потому что самое жестокое и несправедливое, что в этом мире происходит, это смерть. И поэтому, когда приходит жестокая судьба, она готовит человека к смерти, понимаете? Она начинает поцать ему жизнь, все ломать, все представления, все предоединить, все рушатся в жизни. И это нужно для того, чтобы человек научился умирать. Вот если вы сейчас выстоите, то в момент смерти у вас будет твердость, духа, спокойствие, сила, жизнерадостность. Надо сейчас, я вчера же был на лекции, я всю лекцию об этом говорил. Как молодые мы были, как искренние любили, первый тайм мы уже отыграли и всего лишь теперь поняли. Чтобы тебя на земле не теряли, постарайся себя не теряли. Ясно. Еще такой вопрос, если можно. То, что выстоит, варианта нет, я узко обязательно. Вопрос в другом. Если раньше удавалось пару пробов про геночерков проговорить, хотя бы пару раз были, сейчас каким образом их значительно сложнее? Мое хорошее, поймите, что вас бьет по психофизической составляющей, бьет по правственной составляющей, вы пытаетесь духовно себя подтягивать. У нас тело это питание. Если у тебя чувство несправедливости опроботило, ты уже не можешь жить, тебя горит, надо лезть в воду, надо неподвижное положение тела делать, а не молиться, потому что иначе у тебя не будет сил. если чувствуешь, что ты не можешь суть выиграть, тебя как препятствие, значит, беги, четыре часа ходьбы надо. Если чувствуешь, что Бог тебя не слышит, значит, тогда молись, значит, уже духовная составляющая страдает. Нужно сейчас сражаться и самое главное понять, когда победа приходит, когда человек переключает, вот когда вы думаете, что человек влияет, виноват во всем, вы никогда судьбу не победите, потому что ее надо, ей надо перевести стрелки. Мужик под фонарем что-то лазит, его спрашивают, ты что здесь делаешь, он говорит, я пять рублей потерял, а что под фонарем говорит, здесь светлее. Понимаете, судьба, она показывает пальцем, говорит, смотри, вот мужик во всем виноват. И вы начинаете на нем концентрироваться, понимаете, а мужик сам попал под влияние судьбы, жестокой вашей. И когда эта жестокая судьба его от вас отшибла, и все, он не хочет с вами просто работать, и все, и хоть убей ему. Понимаете, то есть, как действует ваша судьба? Он получил все, что нужно, ему больше ничего от нас не нужно. Конечно, ну, это тоже. Здесь вопрос о том, что мошенничество, либо еще что. Да, да, значит, если ничего не нужно, так, конечно, классно, можно еще вернуть назад. Так действует жестокая судьба. И вы думаете об этом человеке, пытаетесь его победить, а с вами сражается не человек, с вами сражается ваша судьба, которая пришла к вам из-за прошлой жизни, вы совершили жестокие поступки, и уже вторую жизнь за них отвечаете, отрабатываете, понимаете? и она все равно от вас не отвяжется. Она будет на вас клеить, но вы должны просто понять, что ей надо. Почему раньше не было? Ну, приходит время, она начинает действовать. Почему раньше? У нас периодически всегда приходит жестокая судьба. Допустим, когда вам было где-то 11 с половиной лет, что ли, отрабатывали, у вас тоже приходила жестокая судьба. Я не знаю, помните или нет, у вас тоже вам мало, вам плохо было. Типа того, ну, а что говорите, что раньше не было? Она требует, что в этом случае сейчас она пришла посильнее вам, пожестче пришла в вашу жизнь. Тогда было где-то месяца 4, а сейчас на полгода больше даже, почти что на полгода зарядила вся эта ситуация у вас. Надо оторваться от человека и понять, что действует судьба и противостоять ей аскетизм свой, заботу о людях, прощение, доброту. То есть доброта, когда жестокая судьба приходит, доброта у нас сочетаться с выполнением долга. Это самое сложное. Обычно как мы делаем? Если я прощаю, значит, человека не трогают. А если я трогаю, значит, не прощаю. Когда приходит жестокая судьба, надо с одной стороны простить, а с другой стороны выполнять свой долг. Вот сейчас, допустим, людям, которые на войне находятся, как им выжить? Знаете? Это тоже, война это тоже жестокая судьба. И чтобы им выжить, им надо с одной стороны по-доброму в сердце относиться к врагу, а с другой стороны выполнять свой долг. И если человек выходит из равновесия, то он погибает. Я говорил с одним человеком, который никогда не проигрывал, по крайней мере, к тому времени ни в одном бою. Он профессиональным боксом занимался человеком. Сейчас уже не занимаюсь. Я когда с ним разговаривал, он рассказывал, как он готовится к поединку. Он рассказывал, что я представляю человека, с которым буду сражаться. И как будто бы я с ним бьюсь. И смотрю, он выигрывает или я. И он много-много раз поединок проводит до тех пор, пока он сам не начинает выигрывать. То есть он сначала судьбу побеждает в тренировке, понимаете? Тяжело в учении, легко в бою. Вот. Он судьбу в тренировке побеждает сначала. И он рассказывал, говорил свой опыт, что на самом деле не проигрывает не тот человек, который ему везет, а тот, который способен во время поединка не разозлиться, не обидеться, не почувствовать себя слабым, что бы ни происходило. и он рассказывал про один поединок, который ему даже астролог предсказал, что он проиграет вот в этом поединке. И он сам чувствовал, что проиграет. И он полгода было до поединка, он готовился, и он все время проигрывал, 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 и осталось уже две недели до этого. И он думает, ну даже если проиграет, все равно пойду. он уже решил, что ему пофиг. Ну, то есть, он, другими словами, эту жестокую судьбу победил заранее. То есть, он чувствует несправедливость. Как же так? Я тренируюсь и все равно проигрываю. Вот это все он прошел, чувство несправедливости. И потом дальше, когда этот поединок, он все-таки выиграл под конец. За две недели начал выигрывать. И он потом, когда он поединок вышел, в первом раунде его не наконтировали, а нокдаун. То есть, он там терял сознание, вставал, там его упасили по всему этому трену. А потом дальше он наконтировал во втором раунде противника и выиграл. Ну, то есть, о чем я вам говорю сейчас? Если вы чувствуете, что... чувствуете несправедливость, чувствуете, что, ну, как бы, судьи ничего не видят, не слышат, вот вы на это обращаете внимание, вы поиграли на это все. Дальше делать ей нечего. Потому что вам надо научиться сейчас держать удары, понимаете? Ну, пока думал, что мы первого раунда, чтобы вы были с ним продержались, продержались до сих пор. Вы вообще меня не слышите, ни первую лекцию, ни вторую. Что-то свое говорите. Я вам не про суды говорю сейчас, а про ваше состояние внутреннего. И почему судьи вас не слышат? Потому что действует жестокая судьба. И почему она действует? Потому что вы не сдали экзамен. Почему вы не знаете, где сдали экзамен? Потому что вы не знаете, что делать. Я вам говорю, надо не суды выигрывать сейчас, а научиться спокойствию силы внутренней, силы духа и держать удары. Понимаете? Вот когда вы силой своей внутренней научитесь несправедливость держать на себе, тогда все успокоится вокруг, и жестокая судьба перейдет в жесткую или просто в тяжелую. Ну, то есть, другими словами, будет тяжело, но несправедливость не будет. Несправедливость – это жестокая судьба, и она нужна для того, чтобы ты научился стойким быть. Понимаете? И тогда все наладится. Вода скресает, ну, и либо бег, либо ходит, да? Да. Ну, примерно настроение… Ну, вот такое, сейчас я песню покажу. Словами вы не понимаете. Рествует жестокая судьба, она выводит человека из состояния доброты. Вообще, состояние доброты – это состояние нечеловеческое. Это сознание Бога. Ну, допустим, взять Иисуса Христа, Он шел, там, Него кидали, там, камнями, плевали, там, оскорбляли Его, а Он это шел ради тех людей, которые это все делают. Тут высшее правление несправедливости вообще. Вот, и потом, какой результат его просто убили, уничтожили. Вот, причем жестоко. Это сознание Бога означает доброта. И вот доброта, когда у человека доброта в сердце, это не означает, что он не должен судиться, там, он выполняет свой долг, побеждает, все нормально, с этим нет проблем. Вот. То есть, Он продолжает выполнять свой долг. Но в сердце должна быть доброта. Второй вариант. В сердце возникает чувство правды. Ну, не доброта, как я говорю, да, это чувство правды, справедливости, чувство, что нет справедливости. Ты сражаешься за справедливостью. То есть, в сердце, как бы, возникает другая сила, которая выводит из равновесия. Человек уже живет не за доброту, а за правду. Он борется не за доброту, а за правду. Это значит, вот смотрите, когда человек, сердце доброта у него, он не за правду, не за доброту, за любовь. Когда в этом случае он под защитой Бога находится, он подходит к суде, ему по-доброму рассказывает, судья сразу видит, что человек добрый. И он сразу начинает его слушать, успокаиваться, и жестокая судьба не может затреманить мозги, потому что выше Бога ничего нет. Если ты за правду, то сразу же его напрягает судью. Это твое желание правды напрягает, он за свою правду. А у него правда какая? Она под диктатором жестокой судьбы находится. Поэтому тебя никто не слышит. Понимаете? Ситуация падает. Ну то есть, вот допустим, если человек сражается, допустим, на войне находится, у него, вот я консультировал одного мужчину, он как раз пришел в отпуск, крагнул, и они говорят, «Алик Игнатьевич, у нас только один вопрос, как сохранить жизнь, как не погибнуть?» Я начал его диагностировать. Я говорю, у вас что внутри? Доброта, когда вы сражаетесь? Чувство справедливости, что я сейчас всем докажу? Или ненависть, что у вас внутри? Если доброта, то вы находитесь под контролем Бога. Если у вас чувство справедливости, то вот два солдата, допустим, они друг на друга, у обоих чувство справедливости. Кто из них останется жив, а кто погибнет? Знаете? У того, у кого больше добрых дел, тот останется жив, а тот, у кого меньше, тот погибнет. Вот и все. Побеждая, тот это лучше в этом мире. Понимаете? А если ненависть, то погибнут оба. Никто не выживет. Если человек в ненависти находится, никто не выживет. Они погибнут оба. Понимаете? Вот так работает система. И поэтому я ему говорю, ты говорю, смотри, вот я ему рассказал, так же там еще два периода. Я ему говорю, вот через столько-то месяцев у тебя начнется период опасности для жизни. И в это время следи за своим сердцем, чтобы у тебя доброта сохранялась, потому что будут совершаться какие-то события. Все будут мешать тебе оставаться в доброте. Будут создаваться ситуации, что ты почувствуешь несправедливость. И дальше, или ты в доброте сохранил сердце и остался жив, потому что ты под контролем Бога находишься. И Бог — это удача, это спасение. Или ты сердце свое поместил в желание кому-то что-то доказать, но тогда хорошо, если у тебя больше добрых дел, ты жив. Если меньше, погибнешь. Вот. Но Богу нравятся люди, которые хотят справедливости, поэтому они все, когда погибают, идут праве. Но когда человек с ненавистью сражается, он праве уже не пойдет. Он пойдет вам. Потому что это значит, что он экзамен свой вообще не сдал. Вы понимаете? Но вот очень важно понять, когда победа. Победа — это когда ты сердце в доброте, с сердечным рентом выполняешь свой долг. И, ну, чтобы это было понятнее и нагляднее, надо понять, что сердце в доброте можно сохранить только с помощью любви. И поэтому я сейчас песенку поставлю актуальному для всех. Так как жестокая судьба сейчас на весь мир действует, и в вашу жизнь тоже может прийти чувство несправедливости. В любой момент поясняет все классно. Если неспокойность, не ищет справедливость, значит, жестокая судьба тебя уже отвела от середины. От победы она тебя вывела уже. То есть, если ты смотри, ищешь, ты уже не в самом лучшем состоянии. А если ты уже ненавидишь, если ненависть тебя покрыла, то ты уже проиграл. Все. То есть, ну, как бы, поэтому надо стремиться к середине, надо стремиться к доброте, но при этом, вот чем контакт с жестокой судьбой особенен, это противоположные действия. Вот, допустим, тебе надо ребенка наказывать, он двойки получил. Или ты его со злостью наказываешь, или когда ты уже не злишься, то не хочешь наказывать. А надо по-доброму относиться и наказать все равно. Когда будет правильное действие. Понимаете, вот в этом заключается особенность жестокой судьбы, что человек часто не понимает, потому что ему внутреннее состояние с внешним надо всегда совмещать. Вот, если я ненавижу, я сражаюсь, если я люблю, значит, я никого не трогаю. А вот соединить доброту и с выполнением своего долга невозможно. Или возможно, но это надо сделать обязательно иначе. Да? Можно маленькую историю и вопрос? Да, пожалуйста. Мы с укропом с укропом с укропом я слушаю вашу лекцию. Два года назад с укропом я слушаю лекцию. Два года назад, чуть больше, годы три назад, мы первый раз побывали вместе с укропом на лекции в роде Томске. А потом семья переехала в Сочи. Это был такой план, а я остался в Томске. Мне там бабушку создавали, устроили бизнес. Вы же мной пришли вместе? А? Да? Да? Да. Это был интересный. Да? Чем был у нас? Где-то сейчас. Я сейчас. Ну, вы садитесь. Чувствую, что-то важно говорить. Значит, где-то полгода я провожу в Солске Олимпе. Я понимал, что мы не будем говорить с укропом. Мы ждали где-то, наверное, года три. Часто ссорились. Когда начали ссориться при детях, когда я приезжал сюда, часто звучали одни себе другую, нам нужно развести сфотнице от детства. Я действительно поведу это. Можно, что нам представить от детства. Но понимал, что нужно сначала здесь все строить, сделать квартиру, жизнь поставить. Пока жил в Томске Олимпе, у меня появилась вторая женщина. Я познакомился с ее родителем. Взял навсегда от детства с нее. Когда приехал два года назад, когда приехал два года назад, и опять начали ссориться. Ссориться начали сильно. А когда я понял, что дети это видели, но понимают, что уже глядя, надо разговаривать. Мы начали разговаривать, разводить. И мы практически начали подавать заявление, сели его оформлять, ничего не получилось. Я уехал в Томск, а через месяц признался, что у меня начинаются отношения. и спросил «Сможешь ли этот месяц со мной переживать?» Потому что я уже в этих отношениях взял ответственность. Прошло два года. Мы познакомились. Теперь две женщины читают Махаматру, две женщины в практике. Мы даже съездили вместе на ледвить. Но теперь я не понимаю, как не выполнить свои обязанности перед обеими. И как быть в этой ситуации. Потому что супруга не готовы ли к этому вопросу? Конечно не готов. Кому это надо? Представьте, у жены будет вам из мужчины, что вам понравится. Вы сделали ошибку. Вместо того, чтобы побеждать судьбу, вы решили найти себе другого человека. Это было предательство. Махи предали свою жену. Ну и за это предательство сейчас отвечаете. А что касается жестокой судьбы, то она будет мучить однозначно. Вы отменяете ухо. Хочу спросить у вас совет, как выполнить свои обязанности в этой ситуации, как правильно себя вести. Женщина продолжается. Правильно понять, что окнами кишка у вас будет наказываться предательство. И все, что вы чувствуете сейчас с той женщиной, которая осталась в Томске, все это закончится, как только придет наказание в силу. И наказание будет таким, что с вами поступит она точно так же, как вы поступили со своей женой. А вы посмотрите, как это получится. С женщиной с той мы решили взять сливат. А дай доцепка. Ничего не меняется. Спасибо за предал сны. Сейчас вернуться к своей жене и понять, что вы совершили ошибки. Но если вы этого не поймете, то с чем заключается проблема ваших отношений, как вы всех людей на земле. Люди, когда правду ставят выше любви, отстаивают свои права, доказывают что-то друг другу, они всегда приходят к одному и тому, что винателю к разрушению своей семьи. Хоть занимаются они духовной практикой. Мне хоть нет. Вот вчера ко мне подходила девушка тоже, которая занимается духовной практикой с мужем. Они точно так же рукаются друг с другом, точно так же ссорятся. А причина незнания о том, что такое любовь. Любовь означает принять человека, каким он есть, терпеть, прощать, означает свои личные интересы поставить на второе место, а интересы близкого человека на первое. Надо понять, как женщины себя вести, надо учиться доброте, снисходительности, надо доказать свою верность. Понимаете, а в чем заключается ваша верность сейчас? Если вы предали свою жену или с ней продолжаете общаться, это же вообще разрушительно для сознания. Вот как человеку рядом с вами жить? Это же невозможно, очень трудно. Она все равно старается, пытается как-то выжить. Мои представители уйти от той женщины и остаться с женой. А это не означает просто другому человеку? Ну, понимаете, если бы это был ваш человек, то тогда с женой вы не остались. Ну, то есть, бывает, сам человек себе находит кого-то, а бывает, Бог ему дает. Когда Бог дает, никого нет. Бог никогда грязь не создает, он создает только чистоту. Если вы, ну, вам Бог не дал человека, то когда никого не бросает, это ваша ошибка, ее ошибка, она не имела права с вами начинать отношения при ваших глубоких отношениях с женой. Она совершила ошибку, и она должна отвечать за нее, за эту ошибку. а вы не можете ее бросить, потому что вы ее и не брали. Это была ваша иллюзия самообмана. Бог не разлучил вас. Могу привести пример. Допустим, одна женщина ко мне подходит и говорит, Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж, меня бросил муж, но я не могу выйти, он живет, а я не могу выйти замуж. Я говорю, а вы с ним расстались в сердце? Ну, как вы? А она говорит, нет. Я его вспоминаю. Говорю, но если вы его вспоминаете, то другого человека не будет. Есть два вида связи. Есть связь с помощью вожделения, а есть связь с помощью верности. И связь с помощью верности, ее не бывает сразу с двумя человеками. То есть одним человеком связь с помощью вожделения, а другим связь с помощью верности. Вот сейчас разберитесь, с кем у вас связь с помощью вожделения, а с кем с помощью верности. Вот связь с помощью вожделения это связь которую мы придумали сами она не может удержаться надолго приходит потом период эта связь разрушается под влиянием времени и вот вы разберитесь где у вас связь вожделением а где у вас связь верность я вот разобрался у меня нет но вы очень такой человек как все мужчины вам надо самому понять все понимание ли геннаджи вас не волнует вам нужно сразу все понять принять все и в основном мужчины все понимают через опыт жизни я вижу вашу она вас все равно женой оставит хоть вы пытаетесь не пытаетесь я даже знаю срок когда эта девушка вторая вам помашет платочком вы ее бросать не будете она вас бросит я не боюсь того что она бросит меня вы должны выполнять свой долг в этом мире а не пытаться кого-то осчастливить понимаете и перед этой девушкой у вас долго нет вы являетесь для нее наказание она вы не являетесь счастьем для нее вы счастье может быть только для своей женой но из-за того чтобы мелкие обиды поставили на первое место в своей жизни вы поэтому не счастливы потому что каждый из вас отстаивает свои права в отношении вы не идете путем любви я идете путем правды когда люди в семейной жизни путем правды идут они пытаются показать свою но никогда счастье не будут испытывать и я счастливы у вас есть сейчас посудение сердце и она сытнила вам разум поэтому вот вы говорите что есть несчастлив а невозможно быть счастливыми когда рядом с вами находится человек который находится на грани психического напряжения и чувство предательства настолько сильно в ее сердце находит что она не может с этим жить и так тяжело и как интересно что это за счастливые отношения это все равно что резать человек не спрашивает ты меня любишь нормально вопрос если бы она сделала по отношению к вам то же самое что вы по отношению к ней только тогда вы поняли бы ее боль и в толстой говорил если ты хочешь другого от человека понять то пускай по отношению к тебе сделать то же самое что ты сделал по отношению к и тогда ты во всем разберешься у вас еще не пришло время разобраться она придет через три месяца запомните когда человек совершает грех он всегда себя считает праздником ему кажется что он такой классный он благодетельный для всех это опасное заблуждение лучше всего сейчас вернуться назад в нормальную жизнь лучше остаться женой пусть это тяжелее женой будет тяжелее вам но зато вы сделаете так как хочет бог и постепенно с женой наладить соотношение все будет нормально вот а та девушка все равно с вами не останется она вас просит вы потом посмотрите если хотите проверить мои возможности видеть судьбу проверить алината девушка сказала что вариант ухода моего из семьи в принципе неприемлемо ну то есть вы у нас мой хороший вот если вы хотите проверить мои способности то две недели назад у вас начали портиться отношения студентов для этого все было кока-кола две недели назад стала стали сложности появляться потому что на нем начала действовать ваша жестокая судьба и она будет усиливать свое влияние пока она от вас не уйдет а весь этот цирк с двоежонством там с тем что мне отвержены это все ваша иллюзия которая тоже скоро развеется спасибо за ответ но я как еще раз повторяю вы же мужчина поэтому мужчину олег иначе не учит обычно мужчина есть мужчина он должен сам почувствовать все что происходит и так мы изучаем состояние сердца при выполнении своего долга когда ты никакого греха не совершал ты находишься честном состоянии да но жестокая судьба все равно к тебе пришла так нас привали мы изучаем демона жестокой судьбы и мы говорили о том что жестокая судьба раскачивает психику человека на выводит его из состояния доброты что потом уничтожено потому что пока человек находит в состоянии доброты он находится под защитой бога с ним ничего не сделаешь пока как только человек вышел на чувство справедливости на чувство правды то в это время находясь под влиянием чувство правды человек уже не с под защитой бога находится под защитой своей правды или своих добрых дел находится и поэтому если у тебя добрых дел не хватает для того чтобы остаться живым или победить судьбу значит тебя она расключит допустим вы сейчас говорит я же правда правильно все делал я же честно жил почему меня сейчас не слышат и видят потому что так действует жестокая судьба и пофиг понимаете вашей правды сейчас не хватает потому ваше спасение единственное это чувство доброты то есть надо а ему чтобы она была для этого надо блоки убирать потому что уже психика не выдерживает и вы теряете себя длительное движение и подвижное положение тела нужно море как раз она сейчас холодная мы тоже будет вас вытаскивать из этого состояния и молитва это дальше уже когда у тебя силы появилась молиться тогда уже начинают молитвам помогать и добрые дела надо психика когда же столько судьба приходит она приковывается к себе человек постоянно думает думает о своем жизни и в этом время надо помогать другим стараться желать всем счастье прощать терпеть и так далее а самое опасное когда жестокая судьба выводит человека на состояние между правдой и ненавистью вот этот промежуток между этими двумя состояниями самый опасный потому что если человек все-таки ну он скатился на ненависть то тогда нужно ничего не поможет богу живет а если бы любовь была то тогда было бы еще лучше ну то есть мы говорим с вами о состоянии которые вы должны находиться чтобы ваши судьбы были выиграны что и приводим пример влияние жестокой судьбы на людей в разных ситуациях жизни чтобы показать куда не надо ну то есть есть доброта это центральное состояние означает чтобы под влиянием воли бога находится я изучал это в разных священных писаниях например эта ситуация описана в коране когда они был такой великий воин но он даже не воин было просто вторым халифом первым халифом но он был близким родственником мухаммеда и он был таким человеком очень верующим то есть он реально за счет веры и он никогда не проигрывал сражение то есть описывается его сражение разок он сражался возле одного еврейского города была осада и вышли непобедимые воины один за другим 2 непобедимых воина и он перед ним стоял али вот этот вот он не был воином он был больше проповедник он стоял свечом и говорит ну как бы не надо воевать с верующими людьми говорит что мы верующие люди поверь в аллаха сложи как бы оружие не будем я не хочу тебя убивать и он ему говорит когда тут махал мечом а он уворачивался понимает и он только один раз ударил и убил сразу нас мы это войны и все просто там на той стороне были в шоке как это возможно вообще его никогда никто не побеждал потом второй такой же вышел и он ему тоже сначала рассказывал что мы не против вас давайте как бы будем дружить и потом произошло то же самое понимаете и причина заключается в том что один верил бога другой верил свои силы в этом была разница между ними и жестокая судьба она вот этим и занимается что-то с вами не происходило ей сейчас все равно выиграть ли суд или нет ей важно чтобы вы научились выдерживать удар на справедливость и поэтому и сути несправедливы все вокруг несправедливы для того чтобы вас закалять сейчас но вы видите вы вышли из состояния доброты состоянии правды а потом состояние ненависти может и ненависть вас убьет а правда она вас на кон ставит ваши добрые дела а если вы в состоянии доброты опять пойдете будете дальше выполнять свой долг судиться если надо чтобы выиграли понимаете и вот этот человек который вас обманул в бизнесе он будет повержен конечно конечно однозначно вот смотрите все же связано с людьми вот вы с людьми имеете дело да прокурор это же человек вы имеете с людьми дело он смотрит на вас вы в состоянии правды зашли вот смотрите вспомните как вы с прокурором разговаривали вы ему заказали у вас как бы в глазах была вот эта твердость духа и он видит что вы не совсем нормальном состоянии поэтому он вам не верит но если бы вы были в спокойствии доброте в любви то он бы совсем по-другому реагировал на ваше слово потому что вы его напрягли и вы всех вокруг напрягаете в своем состоянии пытаясь доказать что вы брак а в некотором ничего не докажете потому что бог испытывает вас на другой понимаете он вас пытается сделать сильнее крепче понимаете и тогда у вас все получится решили вопрос мы просто мы изучаем телу тему побед над судьбой и мы с вами на одном примере разобрали ваш тоже жизненные ситуации поэтому я это например достаточно времени посвятил мы с вами несколько песенок послушали того времени когда это было все актуально так же как и сейчас временами наняются но ситуации жизненные остаются прежними приходит время и люди должны учиться молитве вере и твердости духа отстаивание нравственных принципов должны учиться чистоте внутренней должны быть ближе друг другу и так далее и в конечном счете доброта сердца всегда побеждаем те кто сердцем добрее и ближе к Богу и те и сильнее